Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рад приветствовать вас миром и любовью Господа нашего Иисуса Христа. После небольшого отпуска, он был, конечно, небольшим по времени, но большим по расстоянию, я рад вернуться в офис для того, чтобы продолжить наше служение. Хочу сказать, что за эти 10 дней нам удалось посетить такие выдающиеся места для верующих людей здесь, в Соединенных Штатах Америки, как Музей Творения и Ноев Ковчег. Но и в Ковчег это сооружение построено в реальном размере, как это представлено на страницах Священного Писания. Ну, можно рассказывать об этом очень долго, но, наверное, и времени не хватит. И, с другой стороны, это надо увидеть, потому что по рассказам ты не сможешь понять масштаб этого строения и насколько интересно побывать там и узнать те факты о Ковчеге, о его строительстве, о том, как все было оборудовано внутри для того, чтобы Ной со своей семьей и со всеми животными мог прожить такое длительное время в закрытом помещении. Кроме того, там есть очень много интересных фактов, которые рассказывают о том, что нашей планете на самом деле где-то 6 тысяч лет или чуть больше, а не миллионы или миллиарды, как считают сегодня ученые. Одним словом, место просто уникальное. Музей Творения тоже несет в себе очень много интересной информации, очень увлекательно. И я думаю, что мы сделаем все для того, чтобы организовать поездку туда или семейным отделом, или следопытским отделом нашей церкви, потому что это стоит показать нашим детям. Ну, и не только детям. Так что, слава Богу, за то, что у нас была возможность посетить эти места. Ну что ж, а теперь несколько слов о наших служениях и мероприятиях, которые ждут нас уже в ближайшее время. В эту субботу у нас в гостях будет служитель церкви Виктор Горюк. Он и обратится с проповедью к нашей общине. Поэтому, пожалуйста, молитесь за его служение. После утреннего служения у нас будет членское собрание. Мы уже несколько раз об этом объявляли. Главный вопрос этого собрания – это принятие бюджета на 23-24 годы. Но кроме того, что мы будем говорить о бюджете, будет отчет казначея секретаря. Мы предоставим отчет за последний год служения нашей общины. То есть, что было сделано, какие мероприятия мы проводили. Мы все это напомним. Также мы поговорим о вопросе, который предоставил один из членов нашей церкви, наш брат. И этот вопрос касается организованного переезда адвентистов в сельскую местность. Поэтому приходите, будет интересно. Думаю, это служение, оно очень важно. И, вернее, эта встреча, она очень важна. Так как мы должны принять важные решения. Поэтому, пожалуйста, не пропустите эту встречу. Она будет в эту субботу после утреннего служения. К нам поступило предложение от руководителя отдела помощи беженцам центральной конференции. В городке Сонора они готовы принять небольшую семью. То есть, это где-то двое-трое людей. Почему небольшая и почему она так ограничена? У них есть жилье для этой семьи. Но это апартменты студии, которые они готовы отдать бесплатно. Они мне сказали, что там есть спальная кровать и есть диван. То есть, по большому счету, для семьи, там, папа-мама-ребенок или, возможно, мама с детьми. Это будет неплохой вариант. Также они готовы предоставить работу, так как возле этого жилья или возле этой церкви есть наше медицинское учреждение. И школа тоже там есть. Так что, если это дети в этой семье, то им будет обеспечено бесплатное обучение в администской школе. Также они готовы предоставить к жилью и к работе еще и автомобиль. Я думаю, что это очень хорошие условия. Но у них есть небольшие требования. То есть, это должна быть адвентистская семья. У них должно быть право на работу. Ну и соответствующие документы, которые говорят об их личности. Если у вас есть какие-то вопросы по этому поводу, пожалуйста, звоните по номеру телефона 209-352-6568. Там вы сможете задать больше вопросов и уточнить все детали, которые вас интересуют. Хочу, наверное, еще сказать, что так как это полностью английская среда, то, наверное, важно, чтобы хоть кто-то из членов семьи мог каким-то образом объясниться на английском языке. Но если что, мы готовы будем помочь с этим вопросом. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь. Также ко мне позвонили, вернее, не позвонили. Со мной связались еще несколько семей, которые находятся сейчас на границе. И вот-вот в ближайшее время будут переходить к границе сюда между Мексикой и Соединенными Штатами Америки. Это две семьи. В каждой семье в одной четыре, в другой три человека. И они ищут жилье. Поэтому, если вы знаете, что где-то в аренду сдается помещение, я буду вам очень благодарен, если вы мне поможете с этим вопросом. Мой номер телефона 916-254-8182. Они переезжают уже в ближайшие дни. Так что, пожалуйста, если есть эта информация, сообщите мне как можно скорее. Наш молитвенный блок. Мы продолжаем молиться за нашу сестру Ольгу Казаренко, за нашу сестру Валентину Жигайло. Молимся также дальше за Ларису Подоляга. Эти сестры не выходят у нас из нашего молитвенного списка. Так как, к сожалению, по возрасту и по состоянию здоровья они нуждаются в том, чтобы мы постоянно за них молились. Ну и, конечно же, мы не перестаем молиться за то, чтобы закончилась война в Украине. Чтобы, в конце концов, эта агрессия прекратилась и мог подсориться мир. Пожалуйста, продолжаем об этом молиться тоже. В заключение хочу прочитать текст из Священного Писания. Это Псалом 118, 1 и 2 стихи. Блаженны те, чей путь не порочен, кто ходит по закону Господа. Блаженны хранящие Его заповеди, ищущие Его всем своим сердцем. Благословит нас Господь, дорогие друзья, в нашей жизни, в нашем служении, в вашем благословении. И до встречи уже в эту субботу на нашем богослужении, тут в церкви или же в прямом эфире. До свидания, дорогие друзья.